В Одесском зоопарке проживают четыре разновидных семейства приматов. Характер поведения обезьяны зависит от ее принадлежности к виду, но в основном это довольно активное и дружелюбное животное, а некоторые даже слишком. Например, павиан Джора приходит в дикий восторг при виде прекрасных посетителей зоопарка. Он очень любит женщин, он когда видит женщину перед своим вольером, вечно он там строит глазки. Если к рядом подходит мужчина, он начинает беситься, очень ревнивый. И вот это его такая особенность, что он считает, что все посетительницы зоопарка женского пола, они все принадлежат ему и все отойдите от них. Вот такой вот любвеобильный мачо. Директор зоопарка рассказывает, что на самом деле павиан Джора не единственный влюбчивый примат. Обезьяны по своей природе – это полигамное животное, которое могут иметь множество партнеров. Их структура социальная, она подразумевает то, что есть самец, вожак, все самки принадлежат ему. Он никогда не допускает, чтобы какой-то молодой самец спаривался с самкой. То есть такая очень строгая в этом отношении система. Хотя самки все равно, пока самец где-то отвернулся, они успевают тоже сходить налево. Однако, что действительно схожее между обезьяной и человеком – это родительский инстинкт. Обезьяны готовы оберегать и защищать своего ребенка достаточно долгое время. До пятилетнего возраста детеныши обезьяны полностью зависят от матери. Родительский инстинкт очень сильный. Самки держат свое дитё. И те самки, которые, допустим, тётки, которых нет в данный момент детей, иногда просят поддержать ребёнка. Они когда берут чужого ребёнка, они отчасти даже могут заснуть. Есть павианы, которые – это агрессивное животное, довольно крупная обезьяна, довольно агрессивное, довольно опасное уже. И вот как раз они у нас в прошлом году убегали. У нас убежали три павиана. Когда кипер не закрыл до конца замок, он должен щёлкнуть два раза, он там щёлкнул один раз, и вожак услышал, что что-то не так, не закрылась дверь до конца. И он проверил, он открыл этот замок и выпустил обезьян, которые сидели вместе с ним. Бывают случаи, когда люди пытаются поселить обезьяну у себя дома. Однако, несмотря на то, что эти животные считаются наиболее близкими к человеку существами, приручить их практически невозможно, говорит директор зоопарка. Из всех животных, которые есть на нашей планете, наверное, только собака полностью адаптирована к жизни человека, ещё в какой-то степени кошка. Остальные животные не настолько преданы человеку, и не настолько им хорошо, чтобы они могли жить в домашней квартире, и ещё если в отрыве от своих родственников. Пандемия коронавируса пагубно повлияла и на жизнь обезьян. Ведь во многих странах приматы живут на улицах, курортных зонах, в храмах и привыкли к тому, что их кормят туристы. А в отсутствие приезжих животным пришлось очень трудно. Экологические проблемы вырубка лесов также могут оставить приматов без жилья и пищи. Поэтому День обезьяны призван напомнить людям о важности сохранения этого вида животных.